Мой доклад посвящен очень спорной теме, которая практически всегда отвергается академической наукой. Это тема древнего знания, аномальных феноменов, паранормальных человеческих возможностей и в том числе магии. Вот если я сейчас пущу стальной шарик по столу, поднесу к нему руку со спрятанным магнитом, шарик изменит свою траекторию и прилипнет к моей руке. Но никто этому не удивится, потому что мы все знаем о существовании магнитного поля. А если мы каким-то образом сможем перенести сюда дикаря из каменного века, который ничего не знает о магнитном поле, он объявит меня великим магом и колдуном, который одним движением руки притягивает к себе железо. И вот такая ситуация со всеми аномальными феноменами происходит практически всегда. До тех пор, пока нам неизвестны принципы, движущие силы этих феноменов, нам это кажется чем-то странным, загадочным, даже невозможным. Но как только движущие силы и принципы становятся изны, всякая магия, всякая аномалистика умирает и остается строгая физика. Я даю следующее определение. Магия — это способность человека электромагнитным полем своего организма воздействовать на физический вакуум, а через него на окружающую нас физическую реальность. В древности физический вакуум называли «великая пустота» и считали, что из него возникает весь окружающий мир. В Средневековье возник термин «эфир». После экспериментов Майкельсона Морли и создания теории относительности этот термин был отброшен, но в рамках возникающей квантовой физики возникла необходимость его возврата, но так как старое название было уже скомпрометировано, пришлось изгадить новое название. Вот так и появился термин «физический вакуум». Для меня понятие эфира и физического вакуума синонимы, и я буду использовать и то, и другое название. Академическая наука не отвергает существование физического вакуума, она отвергает существование там энергии. Но в старину было известно, что вакуум содержит очень много энергии, ее называли в Древней Индии прана, в Китае ци, отсюда вот название гимнастики цигун, в Японии ки, в Древней Руси жива, в Гитлеровской Германии называли вриль. Как я сказал, академическая наука отвергает существование энергии в вакууме, но при этом в квантовой механике прекрасно известны феномены, в которых энергия из вакуума извлекается. Это прежде всего эффект Казимира. Когда мы ставим очень близко друг к другу две металлические пластины, самые длинные моды колебаний в таком зазоре существовать не могут, они подавляются. И поэтому исчезает тот вклад в общую вакуумную энергию, которую вносят эти подавляемые колебания. Вместе с уменьшением энергии падает давление, возникает перепад давления, и пластины схлопываются, и их кинетическая энергия затем преобразуется в тепло. Откуда берется это тепло? Вот из той самой энергии, которую уносят из зазора подавляемые колебания. Конечно, это тепло будет очень незначительным, и с практической точки зрения оно не играет никакой роли, но самое главное, эффект Казимира подчеркивает, что энергия в вакууме или в эфире существует, и извлекать ее можно. И значит, могут существовать какие-то процессы, какие-то явления, в которых эта энергия извлекается в больших количествах. В 70-х годах прошлого столетия белорусский физик Ушеренко обнаружил очень интересный феномен. Он обстреливал толстую металлическую плиту быстро летящими песчинками, скорость там была где-то от 1 до 2 км в секунду, и обнаружил, что некоторые песчинки прожигают пластину насквозь. Расчеты показали, что для такого сквозного прожигания требуется энергия в тысячи раз больше кинетической энергии песчинки. Вот откуда она возникает, эта энергия? Значит, я даю такое объяснение. Когда мы бросаем какой-нибудь камень, мы через его ускоренное движение деформируем структуру окружающего физического вакуума, совершаем над ним работу и отдаем в него энергию. Не в кинетическую энергию камня, кинетическая энергия это ошибка, а именно отдаем энергию вакууму. А затем, когда камень стукается о препятствие, он тормозится, но теперь уже физический вакуум совершает над ним работу и отдает энергию, которую раньше получил на стадии ускорения. И при этом может отдать энергии больше, потому что сам имеет громадную энергию. Энергия вакуума можно рассчитать по следующей формуле. Е равняется с четвертой степени 8 пи гамма р квадрат. С — скорость света, ну, пи — 3,14, гамма — гравитационная постоянная, r — минимально возможный радиус черной дыры без учета процесса ее квантового испарения. Если под термином r мы будем понимать электронный радиус, тогда порядок вакуумной энергии будет составлять примерно 10 в 72 степени джоли на кубический метр. А если от электронного радиуса мы переходим к планковской длине, тогда порядок энергии будет составлять примерно 10 в 112 степени джоли на кубический метр. Для сравнения дают такую цифру. Когда взрывается сверхновая звезда, выделяется энергия всего лишь 10 в 53 или в 10 в 55 джоли. В середине 90-х лет прошлого века при Томском политехническом университете возникла организация СНИЦИАФОС. Расшифровывается как Сибирский научно-исследовательский центр по изучению аномальных феноменов в окружающей среде. Сотрудники центра ставили целью исследовать телепатию, телепортацию, левитацию и прочие аномальные феномены. Многого сделать они не успели. Потому что в 1998 году возникла лжекомиссия по борьбе с наукой при Российской Академии наук. Хорошо сказали. Лжекомиссия по борьбе. Поэтому торсионку объявили лженаукой и центр разогнали. Но первый сборник трудов ребята успели издать. И там была первая статья, называлась Электростатический генератор с пинторсионного поля. Вот я сейчас покажу, что это такое. Конструкция генератора была элементарно проста. Гиэлектрическое основание. И на него мы ставим металлический стержень. Соосно стержнем ставим конус. Получается электрический конденсатор конической формы. Мы его заряжаем. Плюс, минус или минус, плюс. Это не важно. И всю эту систему заливаем трансформаторным маслом. Масло на электрическое поле не реагирует. Но в такой конструкции оно вдруг начинает двигаться снизу вверх. И вот тут возникает даже фонтанчик. Сотрудники центра объяснили этот феномен следующим образом. Вспомните, как образно сейчас представляют физический вакуум. Как вечно кипящую пену. Гамма-квант выбивает из вакуума пару частиц плюс античастица. Они аннигилируют, дают новый гамма-квант. Этот гамма-квант выбивает новую пару частиц плюс античастица. И так до бесконечности. Поэтому условно можно считать, что физ-вакуум состоит из вложенных друг в друга частиц и античастиц. Но только условно. Ни в коем случае нельзя заявлять, что реально именно так обстоит. Значит, когда этот квант помещается в сильное электрическое поле, частицы и античастицы слегка расходятся в стороны, и квант-вакуума становится диполем. А диполь всегда движется в сторону максимальной напряженности поля. Вот в данном случае он двигался как раз от широкого основания к узкому. И вылетая наружу, он дальше двигался дальше вверх. Так как физический вакуум или эфир взаимодействуют не с самими предметами, а с полями, вот с гравитационным, с магнитным, электрическим, он при движении взаимодействовал с гравитационным полем жидкости и увлекал ее за собой. И жидкость приходила в движение. Мы несколько изменили эту установку. Саму конструкцию мы оставили без изменения, а от жидкости мы отказались. Вместо жидкости мы использовали вертушку Лебедева. Это такая турбинка, легкая турбинка, у которой лопасти окрашены в разные цвета. Она заключена в толстую стеклянную колбу с откачанным воздухом. Свет отражается от лопастей по-разному, ну потому что цвета у них разные. Возникает перепад давлением, и турбинка всегда вращается. По скорости вращения можно судить качественно об интенсивности падающего света. Когда мы подносили вертушку к узкому сечению... Это воздух уже, да? Да, воздух уже обыкновенный. Она замедляла свое вращение, останавливалась, и затем начинала вращаться в обратную сторону. И вращалась уже с такой скоростью, что лопастей не было видно. Вот мы это все объяснили тем, что внутрь нее попадает вот этот поток эфира, потому что турбинка заключена в толстую стеклянную колбу. Там толщина стекла была порядка одного сантиметра. Никакое вещество проникнуть туда не может. А турбинка вращалась. И вот эта вот конструкция, это не что иное, как установка технического телекинеза. Я понимаю, что звучит это несколько необычно, но это просто сила привычки. Как вот у нас устроена наша рука? Она примерно напоминает эту конструкцию. Широкая у плеча и сужается к пальцам, а в середине идет кость. И если мы сможем создать в руке нужное электрическое поле, оно будет формировать поток эфира, этот поток вырывается из пальцев, попадает на предмет и тянет его за собой. Или навстречу себе. Все будет зависеть от формы используемых импульсов. Может быть, знаете такое имя Нинель Кулагина? Была такая женщина в Советском Союзе, которая показывала эти эффекты. Но она могла передвигать только легкие предметы. Почему? Потому что она находилась в состоянии нормального сознания, вот как мы сейчас все. В таком состоянии управлять своим электрическим полем очень тяжело. А вот когда человек переходит в состояние измененного сознания, там все автоматически получается. Измененное состояние – это транс, гипноз, медитация, и в том числе самый обычный сон. Особенно управляемый сон. И вот как у меня однажды получилось в своем состоянии управляемого сна осуществить очень мощный телекинез. Значит, я сплю, вижу сон, будто я стою на вершине горы. Я четко понимаю, что это сон, что мне сейчас нужно осуществить телекинез. Я прыгаю на этот склон, быстро качусь по нему вниз, скорость постоянно нарастает. Я вспоминаю, что должен сделать внизу такой трамплинчик, с которого лыжники прыгают на дальность. Траплинчик сразу появляется. И вот когда я двигаюсь по этому трамплинчику в самом низу, по окружности, возникает центробежная сила, и возникает уже в реальности, а не во сне. Она одним ударом вбивает меня буквально в кровать, ножка кровати не выдержит перегрузки и ломается. Вот теперь мое объяснение этому феномену. Наши сны – это не просто иллюзии спящего мозга. Это деформации физического вакуума. Мы своим электромагнитным полем организма вакуумы деформируем по-разному и затем видим эти деформации в форме наших сновидений. Когда я во сне двигался по окружности внизу, я на самом деле оставался в неподвижности. Но я сформировал такое электромагнитное поле организма, которое закрутило вакуум вокруг меня по окружности. А все, что вращается, создает центробежную силу. Вот это центробежная сила и вбило меня в кровать и сломало ножку кровати. Левитация осуществляется точно по такому же принципу. Только если при телекинезе нам нужно сформировать электромагнитное поле в руке, то при левитации во всем организме. Антигравитация – это точно такой же феномен, как левитация, только для технических аппаратов. Антигравитация используется в виманах и в современных НЛО и летающих тарелках. Есть такая вот конструкция, называется рукмовимана. Она очень напоминает эту нашу конструкцию, которую я только нарисовал. Значит, тоже такой центральный стержень и вокруг нее соосно-конус. Но у виманы есть еще одна особенность. Тут у нее сбоку сделаны такие каналы, и вот с этой стороны. И в этих каналах проходит ванн и сверху пропеллер. Ну и тут вот тоже пропеллер. Поэтому некоторые уфологи заявляют, будто виманы, вот древнеиндийские виманы летали по принципу наших вертолетов. На самом деле это не так. Эти вот пропеллеры нужны для иного. Для того, чтобы удалить весь мусор снизу. Когда включается эфирный поток и тянет за собой виману вверх, он тянет не только ее, он тянет все, что находится под ней. Камни, песок, опавшие листья и так далее. И вот чтобы всю эту грязь с собой не тащить, за несколько секунд до старта включается пропеллер, дает поток воздуха вниз и всю эту грязь выдувает. В какой-то древнеегипетской пирамиде или в древнеегипетском папирусе есть очень интересный рисунок. Значит, это вот египетская лодка. И на ней находится какая-то ступенчатая конструкция. Вот такая. При этом лодка показана, опирающаяся не на водную поверхность, а на вот такой водяной столб. Наши египетологи вот этот рисунок никак не комментируют. Ну просто из-за невозможности его объяснения. А это скорее всего вот что. Древнеегипетская лодка перевозила самую настоящую виману, но в процессе перевозки она вдруг неожиданно активизировалась, пошла наверх и потянула за собой все, что находилось под ней. И саму лодку, и поток воды. Очевидцы часто сообщают об очень огромных ускорениях, с которыми летают вот эти летающие тарелки. Тарелка летит вперед с огромной скоростью, и вдруг без всякого разворота, без торможения, с такой же скоростью несется назад. При таких ускорениях будут возникать настолько громадные перегрузки, что по идее должно расплющить внутри любой биологический объект. Но вот никого не плющат, и тарелки летают. Поэтому иногда можем услышать такое мнение, будто все эти НЛО используют в своей работе какие-то иные законы физики, а не такие, которые известны нам. На самом деле это ошибка. Все НЛО работают в полном соответствии с теми законами физики, как мы их изучаем в школах. На таком обыденном уровне принято считать, будто любое ускорение сопровождается перегрузками. Чтобы убедиться в ошибочности данного мнения, не нужно даже вот из этого зала выходить. Надо только забраться под самый потолок и спрыгнуть вниз. Когда человек падает вниз, по действиям силы тяжести, он двигается с очень большим ускорением, 9,81 метра за квадратную секунду, но вместо перегрузки испытывает невесомость. А когда ударится пятками о пол, перегрузки будут настолько велики, что он может себе кости поломать. Почему в одном случае человек испытывает при ускорении невесомость, а в другом перегрузку? Все дело в природе действующих сил. Когда я сижу в автомобиле и жму на педаль газа, кресло автомобиля давит только на те клетки моего организма, которые находятся у меня в спине. Оно их и деформирует. Эти клетки затем давят на другие, которые лежат более глубоко. Их тоже деформируют. И вот эту суммарную деформацию клеток моего организма я затем воспринимаю как перегрузку. Но когда я падаю под действием силы тяжести, эта сила действует сразу на все клетки моего организма, независимо от того, где они находятся, на поверхности или в глубине. И действует так, что создает им абсолютно одинаковое ускорение. Поэтому в каждый момент времени все клетки и органы моего тела движутся с одинаковой скоростью, друг на друга не давят, и я никакой перегрузки не испытываю. Поэтому если НЛО движется под действием таких эфирных потоков, как я нарисовал, там должен действовать в принципе такой же эффект. И тогда эти летающие тарелки могут маневрировать с какой угодно скоростью, с каким угодно ускорением, ничего опасного не будет. Градиент энергии по всему объему сразу. Что? Градиент энергии по всему объему сразу. Ну что-то типа этого, да. Также очевидцы иногда рассказывают об очень интересном феномене, который показывают эти летающие тарелки. Его называют медленный свет. Это вот зависает тарелка, из ее днища появляется такой медленный пучок света, который опускается вниз, он может изгибаться, может проникать сквозь крышу любого дома, проникает внутрь, в комнату, захватывает там человека, поднимает его прямо сквозь крышу, опять к себе в тарелку и улетает. С точки зрения классической физики, такого света быть никак не может. Но вы знаете, товарищи, я сам лично несколько раз создавал вот такой медленный свет. И могу сказать, что любой из вас это тоже сможет сделать, если сможет управлять своими сновидениями. Вот как это нужно делать. Для этого нужно постараться чаще спать на спине. Итак, я лежу на спине, сплю, вижу какой-то сон, понимаю, что это сон, подпрыгиваю в воздух и занимаю горизонтальное положение лицом вверх. То есть такое же положение, как мое физическое тело на кровати. Резко подтягиваю ноги к животу и выбрасываю их вверх. Точно так же выбрасываю руки вверх. После этого закрываю глаза, это все делаю в сновидении. И резко их открываю. И как только это случится, импульс и сновидение переносится на мои физические глаза, на веки, они открываются, и я в течение нескольких секунд вижу, как из области моего таза поднимаются прямо через одеяло две световые колонны с характерным изгибом в колене и с такой закорючкой на конце форме ступни. Вот это не что иное, как в эзотерике это называются астральные ноги. То есть ноги моего астрального тела. или, если хотите, души. Я понимаю, что очень многим этот термин не понравится, но у человека есть действительно самая настоящая душа, с которой можно экспериментировать, удлинять, укорачивать и так далее. Если я предварительно в сновидении постараюсь вытянуть свои ноги как можно дальше, то, открыв глаза, я затем вижу, как эти мои светящиеся колонны тянутся до самого потолка. А высота потолка в моей квартире около трех метров. Мой рекорд составлял примерно 15 метров. Хотя объективно судить сложно, потому что 15 метров, это же тогда эти вот мои колонны, они проходят через все этажи на самой крыше, и глазами я их там уже не видел. Но субъективное ощущение было такое, что это 15 метров. Для того, чтобы приобретать вот такие уникальные способности, что ли, делать видимый свет, осуществлять телепатию, телепортацию и так далее, для этого необязательно залезать в летающую тарелку, тем более, что ее еще и найти надо. Но можно залезть в пирамиду или в дольмен. Пирамиды и дольмены действуют примерно по такому же принципу. Любая пирамида должна опираться на скальное основание, иначе она под собственным весом уйдет вниз. Скала — это чаще всего гранит, а гранит — это смесь кварца, слюды и полевого шпата. Кварц имеет свойство пьезоэлектричества. Когда нижние блоки пирамиды сдавливаются другими, более вышележащими блоками, зерна кварца сжимаются, возникает пьезоэлектричество, и в теле пирамиды возникает электрическое поле, которое начинает протягивать через свое тело поток вакуума эфира. Вот примерно так же, как в той конструкции, которую я нарисовал. И когда человек спит внутри пирамиды, этим потоком, эфирным потоком, его выталкивает наружу из тела, и тут он может летать, приобретать какие-то способности и так далее. Когда Наполеон был в Египте со своей экспедицией, он там ради интереса переночевал в пирамиде. Наутро вышел оттуда, потрясенный до глубины души, но до самой смерти никому не рассказал, что с ним там случилось. И после этой переночевки он стал показывать удивительные способности и сновидения. Он и до этого был хорошим полководцем, а после этого он стал как будто видеть намерения и маневры своих противников. Вот взять хотя бы его бегцы из Египта. Англичане разгромили французский флот в сражении при Абукире полностью. У французов оставался только один единственный фрегат, который они прятали в Нильских протоках. Англичане сторожили Наполеона очень плотно. Но Наполеон на этом корабле смог пройти через все заставы, через все препоны и благополучно достиг Франции. Вот сейчас объясню. И после этого он начал показывать вот такие удивительные способности. Он как будто заранее знал, какие маневры предпримет его противник. И это позволяло ему в решающий момент нанести опережающий удар и одержать очередную победу. Но тот запас энергии, который Наполеон получил в пирамиде, он постепенно истощился. И в результате к 1812 году эти способности у Наполеона стали угасать. И вот в 18-м году, ой, в 12-м году при походе в Россию он наконец стал теперь первым поражением. И вот так его постепенно добили. Дольмен использовался точно для такой же цели. Дольмен это такая каменная постройка из плит. А вот рядом с Сочи есть другой дольмен, называется Волконский. Это такая громадная глыба, ну, наверное, с половиной вот этой комнаты. И там сделана небольшая пещерка. Я в октябре прошлого года был на этом дольмене и там ночевал. По местным преданиям в дольмен уводили специально выбранного человека, закрывали его там на трое суток. И он там трое суток сидел, не выходя. Через трое суток оттуда выползал либо коллега, который очень быстро потом умирал, либо сильнейший экстрасенс, который владел свой целительством, ясновидением и так далее. К сожалению, у меня не было возможности просидеть там трое суток. Я там только два раза ночевал. Но даже этот вот эта одна даже первая переночевка мне дала очень интересный результат. Я потерял необходимость в еде. И после этого я после этой ночевки я две недели практически ничего не ел. мне не нужна была еда. Питье? Питье пил. А вот еду ничего не ел. Но через две недели этот запас энергии, который я получил в Дольмении, он истощился и мне снова понадобилась еда. А вторая ночевка? Вторая ночевка ничего не дала. Ничего не дала? Да, еще во время первой ночевки у меня случился такой эффект. Там началась настолько мощность слюнотечения, что я там чуть собственно слюной не захлебнулся. А я знаю, что это у меня такая реакция на любую отраву. Вот если я что-нибудь съем отравлен, у меня потом начинается такое слюнотечение. И когда это началось в Дольмене, это означает следующее. Дольмен дает сразу очень большую энергию. Но к этой энергии еще нужно быть привычным. Если человек очень непривычен к энергии, она начинает его разрушать. Он воспринимает эту энергию как отраву, что ли. Вот когда я получил в Дольмене порцию энергии в первую ночь, то на вторую ночь я уже был к ней привычен. И поэтому на вторую ночь уже ничего не было. После того, как наша конференция закончится, я снова еду на Дольмен, но там уже буду от 10 до 15 суток. А что из этого получится, это уже тема доклада для будущей конференции. Спасибо за внимание.